Первое полугодие закончилось, и, как обычно, подошло время для подведения итогов. О ходе исполнения бюджета города за шесть месяцев доложила на заседании городского совета начальник финансового управления Татьяна Волотова. Она подробно изложила, какие изменения произошли в бюджете по сравнению с периодом прошлого года, насколько выросла или уменьшилась его доходная или расходная часть, и по каким причинам. Первый вопрос в повестке дня был утвержден. Проголосовали депутаты из-за принятия проекта решения о готовности учреждения образования к новому учебному году. Начальник отдела образования Ольга Кораблина сообщила, что в течение нескольких дней в городе работала комиссия по приемке школ и детских садов. Все они обследованы и признаны подготовленными на оценку «Хорошо». На сегодняшний день у нас осталось два объекта, в которых не закрыта часть работы. Это кадетский корпус Кровлина, там подходит к завершению, и пищеблок Лицея-8, там тоже определенные сроки. Но все проведение этих работ никак не отразится на организации и образовательные процессы. По вопросу о ходе выполнения Уваровской администрации федерального закона, о порядке рассмотрения обращений граждан, выступила ведущая специалист общего отдела Елена Сушкова, которая сообщила, что за прошлый год от горожан в администрацию поступило более тысячи письменных и устных обращений. Помимо этого проводились личные выездные приемы, прямая телефонная линия с главой города, его ответы на вопросы уваровцев через газету и телевидение, а также осуществлялось решение проблем посредством обращений через электронные средства связи. Через официальный сайт в администрацию города обращалось 28 человек. По электронной почте двое, лично в главе города 5 человек. Также был создан в декабре 2012 года неофициальный сайт главы города, и поступил за этот промежуток времени 7 обращений. Среди других муниципалитетов Тамбовщины в рейтинге по количеству обращений Уварово занимает 22 место. Это говорит о том, что работа с населением проводится успешно. Процентный показатель характера обращений граждан находится на уровне среднеобластного значения. В конце заседания народные избранники единогласно проголосовали за то, чтобы назначить заместителя начальника финуправления Ольгу Немтинову на должность председателя контрольно-счетной комиссии города Уварово. Ирина Мерзлякова, Варвара Павлова, НашГорд.